добрый день друзья так сейчас где мои перчатки вот они мои перчатки что хозяйственный беспорядок если так продолжение темы да вот у меня железка это был коплен такой гнутый профиль специально так балка я сейчас я буду зачищать а потом красить вот спрашивайте зачем нужен мне этот старый диван он портит весь внешний вид друзья посмотрите как хорошо на нем смотрятся покрашенные трубы все эти трубы я сделал на этом диване покрасил нет лучше этого дивана как держать эти многотонные трубы на себе и он еще послужит верой и правдой для покраски для распилки для чего только нет а это у меня можно сказать верстак чтобы докопались до этого матраса я могу в любой момент сжечь но тогда я буду где красить и хранить свои крашеные трубы пока не подсохнут так что вот одно из действий сейчас я буду вот эти трубы которые мне валяются вот эти в частности все шлифовать и тоже покрасить чтобы здесь у меня ничего не валялось украшено было итак начнем но тут не не добраться сожалению я просто покрашу закончим так это одна вещь сейчас вторую суда на разбор полетов этого труба до параз петухов избавляться уже заколебали они уже все и будут также шлифовать в общем-то все ребята есть свои железки все эти зашлифовал буду красить их то эти уже покрашены еще хочу я вам сказать одно заявление друзья я понимаю что есть люди некоторые скажем так сердобольные свою позицию я уже сказал своем ролике каким способом я зарабатываю деньги и как можно мне помочь это заказать песню на музыкальном стриме который проходит каждую субботу на музыкальном канале канале в 16.00 по москве там вы реально сможете мне помочь заказав любую композицию это я еще раз повторяю но есть люди которые призывают бросить мне денежку прям непосредственно на карту как в качестве помощи я буду удалять всегда эти ролики и буду считать их провокацией не обижайтесь так что все эти ролики все эти не ролики а комментарии которые призывают там всем сброситься я буду считать провокацией хочешь помочь помогай но вот эти призывы я буду все комментарии удалять а в некоторых случаях даже блокировать тех людей которые призывают к таким действиям поймите правильно меня так что вот маленькая ремарка ну ладно теперь дальше так друзья мой стул полностью застыл но надо отстояться ему еще где-то ну хотя бы пару дней все цемент схватился это прочно я еще все-таки пара дней пусть постоит потом упор сюда на стену как я объяснял видите даже где трескается уже вот упор на стену вот но на это стене нас даже кухня миссии да пусть она принципе неплохая не отходит не трескается вот скорее что это половина влияет и на следующий год уже будет вся эта работа а здесь я просто запеню все эти детали ну ладно а в нашем небе творятся чудеса уже пролетело с десяток самолетов и один за одним летят самолеты и вверху и внизу причем большие такие как на пассажирские похожи вот уже вот насчитали 10 самолетов и вот еще один летит 11 самолет летит и даже высота вот есть другая но вы не видите и там сверху тоже летят самолеты может прикрытие может еще что-то и все через нашу есенку летят это уже пошли свыше десяти то есть общим планом сторону крыма там дальше у нас крым до пролетела где-то нового один самолетов может какая-то там съезд какой-то сходка не знаю да чудеса и кстати надо сказать что я тут же пошел на компьютер и открыл флай радар знаете такая есть программа которая говорит о том какие самолеты куда летят и этих самолетов партии представьте себе не было на флайд радаре то есть получается что показано в крыму там три там где-то два возвращается а вот этой партии из десяти самолетов не было вообще вот значит узнаем из новостей куда они полетели на какую сходку смотрите у меня здесь все уже подсыхает да я уже все трубы перекрасил вот еще на бочке у меня две трубы которые отшлифовал зашкурил вот тут и вот эта круглая еще труба вот здесь я промахнулся не докрасил ладно ничего страшного ерунда но так сейчас езжу только куплю там печень говяжьи магазине и будут делать сейчас рейки на окно чтобы нам потом делать эти панели мдф доброе утро друзья добрый день даже сегодня суббота а вчера весь день была некоторая суета у меня как по делам всяким поэтому я даже ничего не снимал просто обычные такие вещи заботы которые не требуют такого пристального внимания чтобы на youtube выкладывал сегодня я в городе и хочу я зайти в мтс потому что у меня закончился тариф на второй сим-карте которая дает мне интернет на телефон мне на телефоне тоже нужен интернет чтобы отца все это прочее ну что основной тариф который на карте мтс у меня был когда-то взят он с посекундной тарификации мне это выгодно потому что там нет ежемесячный план и поэтому я не хочу брать и портить сим поэтому я покупаю вторую симку который только интернет но так как я ездил в гизельдаре гизельдаре то я брал с собой симку слишком дорогим тарифом так как мне надо было скачивать свои ролики и выкладывать их сеть то есть без лимит и теперь я хочу поменять но самое интересное что на сайте где мтс можешь поменять тариф там нет возможности это сделать там написано вы не имеете права этот тариф менять на другой это надо только обращаться в офис мтс и поэтому я вынужден идти до офиса мтс есть еще один способ поменять это позвонить по телефону но я позвонил попробовал и получилось так что там надо ждать где-то около ну я прождал 10 минут и еще оставалось больше 10 минут то есть реально дозвониться до справочного 08 90 невозможно но вы видите в ейске полно народу до суббота кто-то счет покупать но туристов то есть она есть конечно но в основном местный люд видно сразу большинство по делам он в офис мтс вообще пачками заходят люди она на сейчас не протолкнут друзья заменил я тариф в мтс но парень который мне поменял тариф был тоже весьма удивлен почему там прямо на рабочем столе скриншот сделал было написано в этом личном кабинете мтс что я не могу поменять этот тариф самостоятельно только в офисах мтс то есть это специальное удержание чтобы ты остался на этом тарифе который мне не выгоден но все нормально теперь у меня на телефоне есть очень оптимальный для меня тариф называется как-то мтс там x у которого только youtube сети и ватсап бесплатные безлимитные а 7 гигабайт это остальное если я вдруг пойду по страницам но я по страницам не хожу не только ватсап на телефоне на навигатор и youtube все зашел специально к одному своему товарищу музыкальному и у него здесь вот такая колонна видное яблоко яблоня точнее и вот заметьте какая какие большие яблоки на таком маленьком деревце вот вот это да вот это вот интересно я так вообще не видел инжир но я не знаю вызревет он или нет но вот здесь видать ведь ветерок если ветра бы не было сильно такого там может быть он даже бы вызрел вот друзья сейчас нет такой пены к сожалению не могу найти вот только одна бутылка сейчас осталось я ее взял смысл в ней в тот что в ней есть перчатки есть затычка то есть эту пену можно потом взять через два месяца даже и у тебя пойдет пена по трубке все нормально то есть такая но обрезать трубку чуть-чуть и она пойдет то есть она не затыкается тут насмерть как бывает за другими пенами вот такой баллон хорошие